Всем привет! В этом видео у нас будет большая распаковка товаров с сайта iHerb. Не переключайтесь и не забудьте подписаться на мой канал. Приступим к распаковке. Сразу убираю одну посылку, потому что я случайно захватила посылку мужа, а здесь только антиперспиранты мужские. Я думаю, что это вам будет не сильно интересно, я о них ничего особо не знаю. Первое, что хочу показать, это вот такую вот омега-3 от бренда California Gold Nutrition. Здесь 90 капсул. И чем мне понравилась эта омега, это тем, что здесь концентрация полезных жиров именно омега-3 составляет 80%. Раньше я все время покупала вот эту вот омега. Это обычная омега, здесь 100 капсул. И здесь концентрация омега-3 составляет всего лишь 30% на капсулу. Здесь необходимо принимать по 2 капсулы в день. То есть вот такой вот баночки хватало на 50 дней непрерывного приема. А эту омегу необходимо принимать по 1 капсуле в день. То есть, так как здесь 90 капсул, ее хватает на 90 дней непрерывного приема. И что мне еще нравится, что эта омега, она является более чистой. Вот так вот выглядят капсулы. В принципе, точно так же, как и у предыдущей омеги. Еще по стоимости забыла сказать. Стоимость омега-3 с концентрацией 80% составляет 22$. Это без учета каких-либо скидок. А обычной омеги 7$. Но эта омега мне досталась, по-моему, за 15 или за 14$. Потому что была скидка 20% на всю продукцию бренда California Gold Nutrition. И еще какие-то скидки. Кстати, все актуальные промокоды, а также акции и скидки в интернет-магазине iHerb я постоянно обновляю под каждым видео с распаковкой товаров с сайта iHerb. Поэтому, если хотите сэкономить, заходите, смотрите, используйте промокоды и получайте хорошие скидки. Дальше купила вот такие вот пробиотики. Их я тоже покупаю уже повторно. Уже одну такую упаковочку я выпила. Они мне очень понравились. Здесь 60 капсул. Получается, что здесь 6 вот таких вот блистеров. И в каждом блистере по 10 капсул. Их необходимо принимать для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. И они действительно хорошо помогают. Стоимость таких пробиотиков номинальная составляет 20 долларов. Но по скидке, опять же, такие они мне достались, по-моему, за 12 долларов. То есть, цена очень даже хорошая. Особенно, если сравнивать с нашими аптечными аналогами по типу энтерожермины или линекса. То, действительно, цена в iHerb очень-очень даже приятная. И они действительно работают. Поэтому эти пробиотики могу смело рекомендовать. Дальше заказала себе на iHerb антиперспиранты, дезодоранты. Это бренд Kiss My Face. Это бренд Secret. Бренд Secret, он очень популярен на территории США. И, в принципе, за ее пределами тоже. Этот дезодорант с ароматом пачули. Я, в принципе, люблю аромат пачули. Поэтому мне было очень интересно попробовать этот дезодорант. Здесь 88 миллилитров. Стоимость порядка 4 долларов, если я не ошибаюсь. Без учета каких-либо скидок. Предлагаю понюхать его. Это роликовый антиперспирант. Достаточно жидкий. Ну, такой специфический запах. Наверное, понравится не всем. В общем, если вы любите пачули, прям сильно любите, то вам, я думаю, понравится. Теперь давайте откроем Secret. Secret я брала вот в таком Twin Pack. Это было комбо предложение. Два вот таких вот дезодоранта. В каждом по 73 грамма. Это сухие дезодоранты. Мне обошлись в районе 8 долларов с учетом скидок. Давайте откроем и тоже проверим, какой у них запах. Мне сходу очень нравится упаковка. Потому что она очень приятная на ощупь. Такая как матовая. И сама форма этого дезодоранта тоже очень удобно ложится в руке. Открываем упаковочку. И вот так вот выглядит сам дезодорант. Пахнет очень приятно. Запах такой себе цветочно-травяной. И достаточно ненавязчивый. Поэтому будем пробовать. Интересно, как он будет выполнять свою функцию. Кстати, все отзывы на все товары из этой распаковки я буду постепенно добавлять в свой инстаграм. Поэтому подписывайтесь, если вам интересно. И чтобы ничего не пропустить. Заказала вот такую вот зубную пасту бренда Crest. Этот бренд очень популярен в США. И, в принципе, за пределами США тоже. И по отзывам эти пасты очень хорошие. Конкретно эта паста, она идет с фтором и для глубокого очищения. Вот такая вот коробочка. Здесь 113 грамм. Стоит эта паста в районе 6 долларов, если я не ошибаюсь, без учета каких-либо скидок. Давайте посмотрим сам тюбик. Вот так выглядит сам тюбик. Клей от заклеенного попал на него тоже, но ничего страшного. И здесь нет защиты. То есть, вот так вот выглядит сама паста. Буду пробовать и тоже обязательно напишу в инстаграм о своих впечатлениях. Это африканское мыло от бренда She Moisture. Я пробовала тоже такое же африканское черное мыло, но от бренда Nubian Heritage. И оно мне действительно очень сильно понравилось. Я когда его заказывала, я достаточно скептически относилась к отзывам и к обещаниям производителя. Но действительно, африканское мыло, по крайней мере бренда Nubian Heritage, хорошо борется с несовершенствами кожи. Я им пользуюсь уже, наверное, порядка двух-трех недель. И я вижу разницу. Я не могу сказать, что у меня прям очень проблемная кожа на спине и на руках. Но все-таки высыпание у меня есть. И вот это вот черное мыло, оно действительно их убирает. В составе этого черного мыла есть уголь, есть масло чайного дерева. Также есть экстракт центнеллы азиатской. И есть, по-моему, еще овсяная мука. То есть очень много разных компонентов. Стоимость такого мыла порядка четырех долларов. Здесь 99 грамм. В Nubian Heritage вес побольше. Там где-то 140 грамм. И поэтому Nubian Heritage покупать немножко выгоднее, чем вот этот бренд. Ну, я взяла на пробу для того, чтобы сравнить два производителя. Дальше тоже взяла на пробу это мыло от бренда Alla Maison de Provence. Здесь четыре брусочка. В каждом брусочке по 100 грамм. Стоимость вот такой упаковочки порядка семи долларов. Взяла это мыло на пробу. Оно с запахом лаванды. В составе есть масло ши и органовое масло. Оно подходит и для рук, и для всего тела. Якобы произведено во Франции, но на самом деле производство США. Стоимость этого мыла, наверное, наиболее выгодная на iHerb среди кускового мыла. Потому что обычно стоимость только одного брусочка весом в 100 грамм составляет на iHerb где-то 3 от 3 долларов минимум. А здесь 4 брусочка и за 7 долларов очень даже неплохо. Ссылочку на это мыло я тоже оставлю в описании. И плавно переходим к продуктам питания и к бакалеи. Я экспериментирую на iHerb с кокосовым сахаром. Поэтому покупаю кокосовый сахар разных производителей. Я в предыдущих своих распаковках уже показывала вам кокосовый сахар от бренда Nutiva. Он, кстати, оказался очень даже неплохим. Мне очень понравился и по цене, и по качеству. Потому что у нас такой сахар стоит намного дороже. И я заказала на пробу еще сахар двух брендов. Первое это Big Tree Files. И второе это NaFood. И здесь получается 454 грамма. И здесь тоже 454 грамма. То есть практически пол килограмма. И стоимость их от 5 до 6 долларов. Что очень даже выгодно и намного дешевле, чем если бы я купила этот кокосовый сахар у нас. Ну, понятное дело, что у других производителей. Почему кокосовый сахар полезен? Потому что у него ниже гликемический индекс, чем у обычного сахара. Да, у него тоже высокая калорийность. Но, тем не менее, если вы не можете отказаться от сахара совсем, то точно кокосовый употреблять намного полезнее, чем обычный сахар. Я обязательно попробую эти два вида сахара. И тоже напишу отзыв о них в своем инстаграме. И также взяла на пробу черный тростниковый сахар от бренда тоже Now Foods. В этой упаковке 454 грамма. И это действительно прям очень темный сахар. То есть у нас, например, в магазинах продается тоже тростниковый сахар. Но он намного светлее по цвету, чем этот сахар. Тростниковый сахар намного полезнее, если он темнее. Потому что чем темнее тростниковый сахар, тем больше патоки в нем содержится. А патока это все полезные вещества, которые содержатся в сахаре. Вот такая вот упаковочка. Тоже буду пробовать и обязательно расскажу вам о своих впечатлениях. Также взяла два вида специй. Первое это сушеный чеснок в гранулах, в пудре. И второе это смесь специй для стейка. В этой смеси содержится соль, черный и красный перец, чеснок, лук, растительное масло, а также натуральные ароматизаторы и паприка. Давайте откроем, посмотрим, как выглядит сам чеснок. Ага, здесь очень удобный дозатор. Также здесь есть защитная пломба. После того, как вы снимете эту защитную пломбу и оденете обратно крышечку, можно будет пользоваться с помощью дозатора этой чесночной пудрой. Запах на самом деле слышен, даже когда пломба еще не снята. И пахнет действительно очень приятно чесночком. И вторая специя. Это специя для стейка, как я уже говорила. Здесь 96 грамм. У этого производителя все специи заточены под мясо. То есть специи для стейка, специи для барбекю. Конкретно эту специю можно использовать как для гриля, так и для барбекю. Здесь тоже вот такой вот есть дозатор, такая крышечка. Сам состав тоже достаточно интересный. Здесь очень крупная соль и все специи тоже очень крупные. Если вы посмотрите, тот же чеснок здесь не в виде какой-то пудры, а именно в виде таких вот кусочков. Интересная достаточно специя, причем цена у нее не такая уж и дорогая. Стоит она порядка двух с половиной долларов. Также взяла две такие масочки. Масочка от Radiant Seoul была в разделе «Попробуй». Это балансирующая очищающая маска с черным углем. Также в составе этой маски есть пробиотики. И эта маска не только очищает поры, но и также передает коже здоровый внешний вид и сияние. Я уже масочку от Radiant Seoul пробовала, только я пробовала маску с эффектом лифтинга. В принципе, по эффекту она достаточно неплохая была. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, что для большого лица или для европейского лица разрезы для глаз и для рта здесь достаточно странные. Мне показались достаточно маленькие. Поэтому не совсем удобно ею пользоваться, но эффект очень даже ничего. Эта маска в разделе «Попробуй» стоила ровно один доллар. Ссылочку на этот раздел я тоже вам оставлю в описании к этому видео. И вторая маска – это маска от бренда Lululun. Этот бренд производится в Японии. Очень такая интересная упаковка у этой маски. И эта маска витаминная. Здесь в составе витамин С, экстракт календулы и также различные фруктовые экстракты. Маску рекомендуется использовать как последний этап в вечернем уходе. Оставить ее на 10-15 минут и потом остатки, понятное дело, впитать. Давно хотела попробовать этот бренд. У него очень много разных масок в ассортименте. Также заказала вот такой вот шейкер. Это товары iHerb. Это шейкер для протеина. Упакован в индивидуальный пакетик. И также внутри этого шейкера еще есть шар, который способствует перемешиванию протеина для того, чтобы не было комочков. Сам шейкер выглядит очень неплохо. Достаточно качественный пластик. В принципе, покупкой я довольна. И сразу, если мы уже начали говорить о шейкере, также покажу вам казеин. Это казеин от бренда Optimum Nutrition. Казеин – это долгий протеин. То есть это протеин, который долго усваивается в организме. Этот протеин я заказываю уже не в первый раз. Я когда-то заказывала его со вкусом банана. И сейчас взяла попробовать со вкусом шоколада. Бренд Optimum Nutrition изменил упаковку у этого протеина. Раньше он выглядел по-другому. Сейчас он выглядит вот так вот. В принципе, эта упаковка мне нравится больше. Здесь есть вот такая вот защитная пленочка. В одной порции этого казеина 24 грамм протеина. И казеин вообще рекомендуется принимать на ночь. Либо в те периоды, когда вы надолго остаетесь без пищи. Для того, чтобы не разрушались мышцы. Чтобы у мышц была подпитка. Конкретно я этот казеин иногда пью на ночь. В качестве последнего приема пищи. То есть когда я там не хочу есть что-нибудь другое. Я вечером выпиваю порцию казеина. Вместе с половинкой банана. И это такой у меня ужин получается. И заключительный этап из этой распаковки. Это чаи и кофе с сайта iHerb. Тут мы, конечно, психанули с мужем. Заказали все на пробу. Сейчас буду по очереди все открывать. И вам показывать. Начну с кофе. Вот такая вот баночка с кофе. Здесь 100 грамм. Это бренд Mount Hagen. Это органический растворимый кофе. И отзывов об этом кофе на iHerb очень много. Все отзывы классные. И говорят о том, что этот кофе очень ароматный. Очень вкусный. И он стоит своих денег. Здесь на крышке написано, что он рассчитан. Эта баночка рассчитана на 50 порций. То есть на 50 чашек. Также он растворяется в холодной воде. Поэтому можно из него делать айс кофе. Давайте откроем и понюхаем, как он пахнет. Пахнет очень вкусно. Не знаю, насколько вкусный сам кофе будет. Но обязательно попробую и оставлю отзывы в своем инстаграм. Самый дорогой из всех этих упаковок чая это вот такой вот чай Париж от бренда Harney & Sons. Это чай рассыпной. Здесь 112 грамм. Эта баночка рассчитана на 30 либо 40 чашек. И это черный чай с ароматом карамели, фруктовым ароматом. В общем, с таким очень необычным сочетанием. С ванилькой. Отзывов тоже об этом чае очень много на iHerb и он всем нравится. Не смогла пройти мимо, решила попробовать. Давайте откроем эту баночку и посмотрим, как внутри выглядит чай. Я-то думала, что здесь внутри есть еще какой-то пакет. А здесь без пакета. Чай пахнет просто... Я не знаю даже, как это описать. Он пахнет нереально. Самое интересное, что невозможно как-то разложить запах по нотам. Потому что здесь, наверное, смесь всего. И эта смесь дает какой-то такой нереальный просто аромат. Чай крутой. Я надеюсь, что своих 8 долларов он будет стоить. Следующее. Я хочу посмотреть вот эти вот большие упаковки с чаем. Это чай получается от бренда Uncle Liz Tea. Символ этого бренда это вот эта вот панда. И у меня муж просто мимо этой панды пройти не мог. Тут уже дело не в чае, а в панде. Сейчас откроем и посмотрим, что это за чай. Это белый чай, а это обычный зеленый чай. Мне просто интересно, здесь обычные пакетики, как у нашего дешевого чая, либо нормальные хорошие пакетики. Давайте приступим к распаковке. На самом деле, я вот только его распаковывала, а в комнате уже пошел запах очень вкусного зеленого чая. Ух ты, какая красота. То есть здесь, видите, все пакеты, они идут в отдельной упаковке. Это уже очень хорошо. И сейчас откроем сам пакет для того, чтобы посмотреть, как выглядит чай. Ага. Вот такой вот пакет. Ну, пахнет, я вот даже сюда слышу, хотя этот пакетик находится на расстоянии и пахнет, в принципе, очень приятно. Сам чай достаточно мелкий и немножко рассыпается через этот пакет. В принципе, это такой же пакет. Все тоже самое. Тоже очень мелкий чай внутри. Пахнет. Пахнет тоже приятно. Ну, попробуем. Буду надеяться, что он окажется вкусным. Стоимость вот такой вот упаковочки составляет порядка 7 долларов. То есть, если пересчитывать в расчете на одну порцию, то есть на один чайный пакетик, это, в принципе, нормальная цена. И еще откроем одну коробочку этого же бренда. Это уже чай зеленый с жасмином. Называется он Легенды Китая. Тут тоже 100 пакетиков. Общий вес здесь 160 грамм. Пахнет пока тоже очень приятно. Откроем какой-то пакет. Вот так вот выглядит этот пакет. Будем пробовать. Тоже напишу вам о своих впечатлениях. Этот чай, кстати, тоже стоит в районе 7 долларов. Цена, в принципе, такая же, как и на панду. И дальше у нас осталось три упаковочки чая от бренда Twinnings. Этот бренд распространен и в США, и у нас в магазинах его тоже можно найти. И стоит он у нас в магазинах, по-моему, немножко дешевле. Но конкретно вот таких вот видов я у нас не видела. Это зеленый чай с жасмином, опять же такие. Это ассорти травяных чаев. И это чистая мята. Давайте тоже каждый откроем и посмотрим, как выглядят пакетики. Зеленый чай с жасмином. Ну, здесь уже, конечно, сам пакет поинтереснее. Открываем. Вот такой вот пакетик. Пахнет очень приятно. Жасмином. Следующий это ассорти травяных чаев. Здесь в составе чай с гранатом и с клубникой. Также чай с корицей и с апельсином. Чистая ромашка. И также вид чая, который называется успокаивающий чай на ночь. Если я правильно перевела. Здесь нет кофеина. Давайте тоже открою. Коробка, в принципе, похожа на предыдущую. Вот такой вот ассорти чая. Здесь получается по 5 пакетиков. Да, по 5 пакетиков каждого вида всего 20 пакетиков. Так, это гранат и малина. Я там сказала клубника, но это малина. Это ромашка. Это тот чай, который успокаивает на ночь. Здесь есть состав. Это ромашка, мята, лемонграсс, липа, листья, апельсина, цветы апельсина, лимон и еще много всяких травок. И также чай с ароматом апельсина и корицы. Давайте мы откроем один. Мне интересно посмотреть на самый первый с ароматом граната и клубники. Вот такой вот пакетик. Видно, что тоже внутри мелкая смесь. Пахнет очень интересно. Пахнет, ну да, действительно, гранатом и малиной. Чистая мята. Тоже бренд Твиннингс. Здесь 50 пакетиков. Общий вес 100 грамм. В общем, я здесь еще не успела до конца открыть упаковку, а мята уже запахла. И это удивительно, потому что здесь достаточно вот такие вот плотные пакеты. Как этот аромат просыпает через такую упаковку, это очень интересно. И вот такой вот травяной чайчик. Чистая мята. Пахнет удивительно. Это чай от бренда Йоги. Я уже пробовала этот бренд. Я покупала у них ранее чай с ароматом мандарина. И, в принципе, мне этот чай достаточно таки понравился. Единственный минус это то, что он был сам по себе сладкий. А я чай пью, в принципе, без сахара. И этот чистый зеленый чай. Откроем, сейчас его посмотрим. Пакетик такой же, как и в чае Йоги с мандарином. Вот такой вот пакет. Пахнет достаточно приятно. И если я не ошибаюсь, то вот этот вот чай Йоги, если пересчитывать там на пакеты и на вес, он один из самых дорогих из этой распаковки. Потому что здесь всего лишь 16 пакетиков с чаем. Общий вес 31 грамм. А стоит он практически, как и вот этот чай, где 50 грамм и 25 пакетов. Вот такие вот заказы с сайта iHerb. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, что эта распаковка поможет вам определиться с выбором товара на сайте iHerb. Все ссылки на товары из этой распаковки я обязательно оставлю под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Еще раз спасибо большое за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok